Всем привет, добро пожаловать в новое видео, давайте готовить наши косметички на осень и зиму. Я сегодня покажу вам свою подборку мастхевов на этот сезон, но это не значит, что всем нужно абсолютно все то же самое, что есть у меня. У меня, как у блогера, скажем так, неограниченный доступ к косметике, я всегда могу это оправдать тем, что мне надо попробовать для себя и для девочек, поэтому я буду показывать и дорогие бюджетные средства, возможно какие-то альтернативы, и давайте поскорее начнем, потому что у меня действительно много всего для вас. Начнем мы с вами с ухода, я сейчас использую ретиноиды, я постепенно начала их вводить еще в августе, и сейчас я нахожусь на том этапе, когда кожа очень сильно очищается, и иногда ты просыпаешься и думаешь, откуда столько новых высыпаний, я же использую, в моем случае это дополен, вроде как должно быть лучше, но это нормально, это нужно перетерпеть, и я надеюсь, что проблему закрытых комедонов, которые периодически у меня появляются и очень сложно заживают, также иногда остаются рубцы, я решу раз и навсегда. Да, главное никуда не сворачивать с этого непростого пути, если вам будет интересно, я могу снять отдельное видео, но чуть позже, потому что сам процесс использования ретиноидов непростой, он очень длительный, и обязательно нужно еще давать своей коже отдыхать, правильно вводить и восстанавливать ее. Так что увлажнение и восстановление это мое все. В принципе, в преддверии холодов я очень часто и так переключалась на более увлажняющие тоники, тонеры или же эссенции. И выбирая что-то для себя, я приобрела тонер от бренда G9 Skin, это корейская марка, и в этом тонере есть молочные протеины, керамиды, церамиды, можно и так, и так, для отбеливания, антивозрастного эффекта и увлажняющего. И я скорее согласна с тем, что он хорошо увлажняет, у него очень большой объем, приятная цена, и он достаточно густой. Это буквально, как знаете, такой жидкий крем. Наносишь его, причем я распределяю и на шею, и на декольте, и уже чувствую, что есть какая-то доза увлажнения, как подготовительный этап к последующим средствам, которые вы планируете наносить. По факту, вот это, знаете, как жидкий крем. Ты его наносишь, и уже чувствуешь, что есть увлажнение, но это прям ощущается на коже. В частности, за счет наличия глицерина в составе, если вы избегаете этого компонента или по каким-то причинам не используете, для меня это нормально, и я люблю, когда, знаете, кожа как будто защищена именно в холодное время года, потому что мне хочется и удержать влагу естественную, которая присутствует в нашей коже, и чтобы были какие-то защитные свойства перед ветром, холодом, переменной температуры. Этот тонер мне нравится. Если вы хотите какую-то эссенцию, то от души рекомендую вам бренд I'm From. Тонером я довольна, у него минимальный расход, поэтому можно использовать, не жалея на остальные части нашего лица, а оно заканчивается в декольте. Тоже не забываем об этом. В прошлом году я столкнулась с очень сильной сухостью под глазами, ни один крем, который у меня был, не работал, и даже питательные как-то не сильно справлялись, и я решила добавить масло. Тогда я достала вот такую сыворотку с витамином С от бренда Medicaid, она предназначена для области вокруг глаз. Это как жидкое, не слишком жирное масло, но, честно говоря, эффекта именно после витамина С я не наблюдала, это просто давало мне дополнительное питание именно. И я подумала, почему бы не заказать то, что работало раньше, то, что я люблю, и это действительно хит именно на холода. Ну как заказала? Заказать-то я заказала, потому что были скидки. Но все началось с того, что я приобрела в Греции масло под глаза от какого-то местного бренда. Это как микс натуральных растительных масел. Все это дело выглядит вот так. У него очень маленький экономный расход. И не бойтесь вот такой текстуры, потому что когда вы его аккуратно набираете на пальчик, масло начинает таять под воздействием тепла рук, и вы так аккуратно наносите под глаза. Очень приятно пахнет. Классный натуральный состав. Я настолько была довольна результатом, поделилась с подружкой, поэтому у меня сейчас его гораздо меньше. Я даже наносила его летом и на ночь. Лично мне не мешает то, что это такая, ну, как знаете, маслянистая консистенция, и я крашусь поверх всего этого дела. Просто главное не перебарщивать, и консилер даже поверх вот такого питательного масла под глаза у меня не собирается. После нанесения, да, припудриваю, и все прекрасно. При этом область под глазами выглядит шикарно. Она напитанная, ничего там как-то не скукоживается, не происходит, и это как раз то, что надо. И знаете, почему я обо всем этом подзабыла? Потому что когда-то на iHerb, если вы посмотрите мои старые ролики, я и вам советовала, и сама пользовалась. Было вот такое масло под глаза на такой же основе. То есть это микс натуральных масел, масло Аши, масло Макадамии, примулы вечерней, пчелиный воск, эфирные масла. И вот, собственно говоря, последний компонент, честно говоря, я не проверила. Это баночка, которой вам хватит на очень долго, вы также можете приобрести и поделиться, например, с кем-то из близких. Если у вас сухая область под глазами, если у вас там она обезвоженная, например, если вы используете ретинол под глаза, если у вас увядающая кожа, и этого масла очень долго не было в продаже на iHerb. И я очень обрадовалась, что оно вновь появилось. Еще приятнее пахнет. Такой расслабляющий какой-то аромат. Супер! И поэтому, как только оно появилось в наличии, еще и была скидка, я думаю, берем. Потому что я знаю, что и я люблю, и чтобы оно не пропало, я тоже поделюсь с подружкой. Потому что у него, ну правда, очень-очень маленький расход. Вы наверняка уже знаете, что я огромная поклонница бренда Atapalm. У меня есть и большая баночка, тоже взяла на распродажу. И в этот раз заказала себе именно крем для лица, потому что тот универсальный, это ламеллярный крем. Я рассказывала, в чем суть этого средства. У него отменные восстанавливающие защитные функции. И также он хорошо увлажняет без каких-либо душек. И сравнивая крем для лица и универсальный крем в баночке, могу сказать, что этот по текстуре легче. Хотя тот, который в баночке, меня тоже полностью устраивает. Он как легкая, увлажняющая такая вуаль, назовем это так. Он практически не ощущается, при этом чувствуется увлажнение. И кожа выглядит с ним здорово. Если вам нравится текстура поплотнее, то берите в банки. А если вот что-то полегче, даже для жирной комбинированной кожи, Atapalm это супер. И это тоже корейская марка. В холода, конечно же, очень сильно страдают и губы. А мы с вами тут любители матовых стойких помад или тинтов. И вообще непонятно, куда бежать, когда они обветрились или пересохли. Наверное, многие из вас знают о бренде вазелин. Это действительно вазелин в баночке. Но я заказала себе розовую версию. Я была удивлена, что она настолько маленькая. Наверное, нужно взять себе оригинальный, обычный. И слушайте, это работает. Это действительно хорошо. Я наношу его на ночь. Особо розового цвета эта вещь не дает. Я повелась и думала, что у меня будут такие, как зацелованные губы. Но не тут-то было. Я не знаю, какой обычный вазелин. Но эта вещь точно работает. Она хорошо убирает за ночь все какие-то шероховатости. Если губы обветренны, тоже, кстати, да. Нужно обязательно взять детям. Потому что они иногда говорят, мама, печет, сделай что-нибудь. Да, вазелин. Почему я не купила его раньше? Есть еще вот такой бренд под названием О'Кифис. Мне, кстати, нравится их уход для губ, для рук. Именно для восстановления очень-очень сильно обмерзших или пересохших конечностей. Назовем это так. И я решила попробовать их. Средство для губ. Это как помада такая. Для обветренных тоже там. Или иногда обгоришь на солнце. Многие думают, что это обветрилось на пляже. Это наши губы обгорают. В общем, проблема актуальна всегда. И это тоже стик на основе минерального масла. Но конкретно в случае губ это работает. В случае губ и кутикулы. Я бы даже так сказала. Стик вот такой. Он маленький. Но это удобно, когда нужно забросить в сумочку. Там взять на всякий случай с собой. Или просто чтобы как-то продлить этот восстановительный процесс обветрившихся губ. Потому что в баночку с вазелином не всегда удобно как-то залезать, да, доставать. А это более компактная версия. Но небольшая. Я знаю, что многие из вас осенью и зимой пользуются кислотами, там, ретинолом. Кстати, если вы ищете какую-то сыворотку для старта с ретинолом, о которой я рассказывала несколько раз, но вдруг вы пропустили или забыли, или сейчас заинтересовались этой темой, оставлю ссылку, где я очень подробно рассказывала об уходе. И также продублирую название сыворотки, которую я безгранично люблю. Но просто сейчас взяла что-то именно для проблемной кожи. Но тоже происходная витамина А. И вообще я заметила, что ретинол все-таки он, с одной стороны, и супер мощный, рабочий, но не вызывает у меня столько раздражения, как кислоты. Потому что кожа тоже привыкает к легким концентрациям кислот, а потом увеличиваешь, да, процент, и начинаются то высыпания, то шелушения, то покраснения. То есть кожа становится чувствительной, и как-то вот ретинол мне больше подходит. Хотя я помню, что свой путь вообще со всеми этими активами я начинала именно с кислот. Так вот, если вы используете что-то для отшелушивания кожи, обновления, пожалуйста, помните об SPF. Я знаю, что солнце сейчас не жарит. На пляж мы с вами будем ходить только за деньги. Если вам не посчастливилось жить где-то в теплых странах. И пожалуйста, помните о том, что защита от солнца – это не только весенне-летняя история. Особенно, если вы используете ретиноиды, ретинол, кислоты – это must-have. Самый комфортный, самый работающий SPF и не вызывающий каких-то забитых пор и прыщей. И также является просто восхитительной базой под макияж – это Beauty of Chusson. У меня сейчас уже, видите, на подходе вторая упаковка. Я пользуюсь им не просто с удовольствием. Это первый SPF, который мне хочется наносить, потому что он дает и увлажнение, и он такой беленький, когда распределяется, но его вообще не видно. Он вообще не ощущается. Летом, когда была сильная жара, я даже пропускала крем-тоник, SPF и всё. И знаете, вот летом, когда где-то пересидишь на солнце или переплаваешь, забудешь шляпу надеть, пробор сгорел, такая красная полоса. Или вот здесь, где волосы у меня не очень густые, а там, где был SPF, вот прям видно, что лицо осталось белым. С SPF ты загораешь, но ты не обгораешь. И в принципе, после лета, после активного использования, религиозного буквально, я могу вам сказать, что это лучшее, что случалось в категории SPF лично со мной. Переходим к макияжу. И, девочки, давайте в этом сезоне начнем нетипично с помад. Обычно я их показываю где-то в конце, и мало кто доживает до 50-е минуты. Поэтому начинаем с помад. Помада это вообще недорогое средство, которое можно себе позволить на новый сезон и как-то разнообразить свой макияж. Особенно осенью и зимой выбираешь что-то потемнее, понасыщеннее, поярче, возможно. И помада, которая сегодня у меня на губах, это, конечно же, L'Oréal, которую я показывала в последней подборке аналогов люкса и бюджетных находок. И она очень хорошая. Мне нравится. Особенно я в восторге от цвета. Я знаю, что она теперь много где распродана, и вы не можете его найти. Это оттенок 230 Shopping Spree. Я не знаю, почему в разных странах разное название, но там каждая помада определенного цвета. Именно флакончик. И вы не ошибетесь, когда увидите его, потому что он и не красный, и не рябиновый. Мало того, оттенок настолько интересный, потому что в зависимости от того, что я надеваю, он иногда выглядит более лиловым, а иногда более терракотовым. Как хамелеон. Интересно, как сегодня камера его покажет. Это и не бордо, и не красный, и не совсем чисто терракотовый. И, конечно же, я продолжу пользоваться своей помадой от бренда Dior. Оттенок 558. По своей текстуре они немножечко отличаются, но это обе жидкие матовые помады. Оттенки чуть-чуть разные. И тот все-таки более терракотовый, в нем больше какой-то, вы знаете, коричневинки, наверное. Но он все равно очень красивый, и, наверное, он у меня уже скоро закончится. Это чисто мой осенне-зимний цвет. И даже в начале весны я ношу его прям с таким кайфом, не побоюсь этого слова. И теперь помада от L'Oreal присоединяется к подборке. Вот таких более глубоких оттенков, интересных, необычных. И эта помада чуть легче, она, наверное, даже чуть меньше сушит, чем Dior. Та вот прям классическая такая матовая жидкая помада. Эту можно нанести более прозрачным слоем, тогда она будет менее яркой. А можно наслоить. И у меня, кстати, нет к ней карандаша, поэтому я просто крашу ее вот так. Так, пигментация у обоих очень хорошая, но даже вот положа руку на сердце, могу сказать, что консистенция помады от L'Oreal мне нравится чуть больше. Она как посовременнее, что ли. Знаете, сколько бы лет ни проходило, каждый раз, когда я крашусь этой помадой, я получаю огромное количество комплиментов. Я приобретала ее раза, наверное, четыре, и моя мама несколько раз обновляла, и многим подружкам я подарила. Это мак в оттенке Mare. Она была на мне в последних покупках на осень. И это не совсем лилово-коричневая, она вот такая, в зависимости от того, какой карандаш вы с ней нанесете. Можно выбрать и темный, и коричневый, тогда она будет смотреться чуть более темным розовым нюдом. А если выбрать лиловый карандаш, то она будет, соответственно, более такой сливово-коричневой. В общем, помада очень классная. Это матовая помада из классической линейки MAC и бестселлер. И если она у вас есть, то доставайте сейчас время для таких цветов. Шок-контент, потому что эту помаду вообще-то я не сильно люблю. Это помада от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Она на мне какая-то, знаете, как рыжая. Но это в основном тогда, когда я совсем не загорелая. Сейчас я поняла, как она лучше всего смотрится на мне. Да настолько поняла и распробовала, что использовала целую половину. Она очень долго лежала, ну как, какое-то время. Конечно, просто это не мой самый любимый оттенок. Но если у меня есть хоть немного загара, и я беру именно коричневый карандаш, все. Она вот именно не рыжеватая на мне, а с такой небольшой розовой ноткой. Если вам также не совсем подходил этот оттенок, и вы не знали, как допользовать эту дорогущую помаду, попробуйте с розовым карандашом. Мы все немножечко загорелые после лета. Возможно, вы тоже откроете ее для себя с новой стороны. Я очень хотела вам показать, какой карандаш я ношу с этой помадой. Я сегодня перерыла весь дом. Он как сквозь землю провалился. Это карандаш от Charlotte Tilbury в оттенке Iconic Nude. Он очень красивый, правильный, нюдовый, не слишком светлый. Такой, как надо. Все в нем хорошо, и текстура. Мне вообще карандаши от Charlotte очень нравятся. Но вот, не знаю, если найду для свочей, то покажу вам. Но это, конечно, знаете, привычка носить постоянно с собой что-то в сумках, меня погубит. Потому что я теряю половину своих любимых карандашей. А в том же видео с аналогами люкса вы спрашивали, что у меня на губах. У меня был карандаш, собственно говоря, от Charlotte Tilbury. И вот этот блеск от бренда Clarissa. Он пигментированный, он приятный, увлажняющий, очень красивый нюд без рожены. И если вы любите носить такие более яркие глаза, делаете smokey eyes, ищите просто нюд, вот знаете, в форме блеска. Я бы даже сказала, что это как такая лаковая помада. Потому что он все-таки перекрывает немного губы. Ладно, пусть будет блеск. Остановимся на этом. И он еще чуть-чуть подпекает губы, хорошо увлажняет их. Здесь якобы есть чили. Ну вот такой эффект покалывания. Для меня это еще не самый мощный. И он быстро проходит. Губы он сильно там не увеличивает. Но визуально за счет того, что здесь мелкие светоотражающие частички, вот этой глянцевой текстуры. И самого цвета, когда еще и карандашом скорректируешь красиво форму губ, выглядит очень сочно, стильно. И никто не догадается, что у вас блеск буквально там за 2 доллара. Еще одна помада в совершенно другом цвете от бренда Estee Lauder. Это красивейший коралловый цвет, но не оранжевый. 260. Она такая плотная на губах, насыщенная. И также сливочная текстура у нее, но не такая, как в помадах MAC. Эти помады ломаются. Эта помада пережила со мной лето. Она очень хорошо увлажняет. И несмотря на то, что это кремовая помада, она все равно долго держится. Поэтому тоже, если вы ищете что-то непросто нанести и потом постоянно обновлять с карандашом, вы переживете даже какой-то обед, например, перекус, кофе без проблем. И оттенок невероятно комплементарный. Я купила его, потому что хотела найти что-то коралловое. В нем есть немножко розовинки. За счет этого он не желтит зубы и тоже красиво освежает. Если возьмете еще и персиковый румян и немного бронзер, вы будете выглядеть самой отдохнувшей девушкой в этом сезоне. Я огромная поклонница карандашей для губ. Они корректируют асимметрию. И вообще с карандашами можно играться, создавать градиенты. И даже каждая помада с разными карандашами выглядит по-другому. И у меня есть те, которые я люблю больше, и те, которые я выбираю тогда, когда любимых нет под рукой. Давайте начнем с нюдовых. Помимо Charlotte Tilbury, у меня есть еще несколько, которые я обожаю. Первый из них такой классический нюд, но этот карандаш самый сухой вот именно по своей текстуре. То есть он не кремовый, он не гелевый. Это просто обычный карандаш для губ. Но оттенок у него супер удачный. Это бренд NYX, называется он Nude Beige. Такие карандаши держатся неплохо, если вы там не идите и не облизываете все свои губы. Но это не такая стойкость, как в гелевых карандашах, о которых речь пойдет чуть позже. Если вы используете люкс и ищите какой-то карандаш с легкой розовинкой, если вам не нравится вот этот тренд на коричневый контур, я иногда сама тоже выбираю такие помады, но люблю иметь классический, правильный, холодный нюд. Это Bobby Brown и оттенок у меня Pale Mouth. Он красиво смотрится с какими-то блесками, со слегка розоватыми нюдами. И классический бежевый нюд, тоже правильного оттенка, супер стойкий. Это Evelyn Variette в номере 01. И вот такие карандаши очень долго держатся на губах. И вот у вас помада может съесться, а карандаш останется. Разве что где-то в уголках, когда вытришь салфеткой. И вообще вот эта линейка у них мега удачная. Собственно, насколько я их люблю, видно по третьему оттенку, потому что я регулярно им пользуюсь. Это те карандаши, которые нужно точить. У меня, между прочим, одна единственная точилка, я даже не знаю какого бренда. И я их подтачиваю, все нормально. Это какой-то пластик, то есть это не деревянные карандашики, но они у меня хорошо затачиваются, и они супер пигментированные. Они скользят по губам, они максимально быстро отдают свой цвет. И это так, как я сказала, по стойкости это все то, что мы искали. И оттенок 03, он лиловый. Я вот даже давала попробовать своей Насте, и вот этот тоже ей понравился. А она такая переборчивая в косметике в частности. Также карандаш лилового оттенка, который вы можете использовать в качестве помады. Если не хотите приобретать помаду, например, такого цвета, вы не уверены, что будете ее носить или на несколько раз, вы можете взять вот такой гировый карандаш от бренда Catrice. В оттенке 0,60, лилово-розовый, но он далеко не светлый, и вы можете нанести его на все губы, как помаду, потому что он буквально кремовый. Он, конечно, быстрее закончится, чем если просто прорисовывать контур. Но эти карандаши очень приятные и тоже стойкие. Тени для век. У меня есть несколько видов моих любимых макияжей. Это буквально вот минимальное количество цвета, но при этом блеск. Блеск со стрелками, более гламурная версия, как сегодня. О стрелках мы еще с вами поговорим сегодня, потому что раньше их не носила, сейчас частенько себе рисую. И Smoky Eyes. Начнем с самого легкого варианта, то есть такой супер-нюд со свечением. Наконец-то я купила себе тени от Charlotte Tilbury. А почему наконец-то? Потому что не все мне подходит. Некоторые средства вот прям совсем не мое, не знаю, что такое. И к этим теням кремовым у меня тоже есть вопросы. Оттенок Champagne. Он божественно красив. Это настолько красиво, что нанося его, можно умереть от такой красоты. Я очень люблю. Это, знаете, и не бежевый, и не золотой. Он правда такой вот шампанский, но настолько элегантный. Он дает немножко цвета, но вот это красивое свечение. Я пробовала красить свою маму. У нее более темные веки, и на ней он практически не заметен. Но я также красила свою голубоглазую соседку с еще одними тенями от Charlotte. И она выглядела, как голливудская звезда. И там еще есть недорогая сияшка, которую я буду упоминать, и которой я сегодня тоже накрашена. Сказала много всего хорошего, но проблема состоит в том, что они скатываются. У меня очень редко скатываются тени. Я не могла в это поверить. Я пробовала прибивать это такими спарклами. Это не работает. Все равно скатываются даже спарклы. Поэтому под эти тени мне приходится наносить базу под тени. Но как-то, знаете, когда вы покупаете такой дорогой люкс, ты этого совсем не ожидаешь. Но из-за оттенка я готова масса и базой под тени, потому что это очень, так знаете, нежно, так в меру. У меня есть для вас более даже удачная и доступная альтернатива, потому что это прессованные тени от бренда MAC. Если посмотреть на них рядом, то оттенки отличаются. Но на веках это супер сильно похоже. И вот так у MAC есть небольшой розовый полуперелив. Это не дуахром, то есть у вас не будут розовые веки, это будет так же красиво. Но вот этот розовый, он не выделяется чрезмерно. И это не блестящие тени для повседневного макияжа. Плюс вы нанесете его поверх какой-то базы или корректора, если вы используете его в качестве базы. И не будет вот этого скататься или нет. А по эффекту вы получите то же самое. Оттенок называется A Natural Flirt. И это очень мягкие тени. Они такого мелкого помола дают сатиновый отблеск. Вот. Это, наверное, самое идеальное подходящее описание. Наверное, Charlotte сияет чуть больше, но это все равно не Sparkle. И мне очень нравится, как это выглядит вот так утонченно. Как же я рада, что я когда-то открыла для себя Sparkle. Все началось с теней Tom Ford. Потом это были Charlotte. Потом более доступные от Sephora. И сейчас еще бюджетнее. Это турбопигменты от бренда Glam Shop. Оттенок Плюск или Splash. У них и польские, и английские названия. Я знаю, что их можно заказать в Украину. Вы мне писали. Он сегодня у меня на веках. И поверьте мне на слово, что на камере это одно. Где-то там мерцает. Но в жизни и днем, и вечером при искусственном освещении тебе хочется смотреть на глаза второго человека. Я красила этими Sparkle свою соседку. Она говорит, Оля, я не крашусь. Мне надо что-то нарядное на свадьбу. Может быть, свечение. Только чтобы я не выглядела вульгарно. Она правда вообще не носит макияж. Я ей отполировала кожу. Я ей подчеркнула ее глубокие по оттенку, такие буквально бирюзовые глаза. Она была в полнейшем восторге. И она говорит, ты научишь меня так краситься, чтобы я так, ну, на праздники на какие-то могла или даже на каждый день. Без проблем, это не сложно. Просто нужно знать, что выбирать. Вот. И это действительно одни из самых красивых Sparkle, которые я пробовала. Также мне нравится носить такие Sparkle не просто поверх базы под тени, а, например, на цветные базы или кремовые тени. Мне очень нравится оттенок соленая карамель. Это тоже Glam Shop. Это и база под тени. И, как знаете, оттеночное нечто. У них там, кстати, очень большая растяжка цветов. И синий, и зеленый, и желтый. И миллион оттенков бежевого. И темно-коричневый, и бежевый с розовинкой, и суперсветлый, и средний, и темный. И я стояла, я буквально потерялась. Мне кажется, что это тот, который мне подходит больше всего для суперстильных макияжей. Как-то там намазала, растянула, захотела, добавила стрелку, приклеила блестяшку. Вот эти, даже это не совсем кремовые тени. Это именно база под тени цветная, потому что она такая, как липенькая. И на нее хорошо все приклеивается, и даже блестки не осыпаются вам под глаза. Ну и Sparkle тоже. В этом сезоне я продолжу использовать коричневые карандаши для глаз. Раньше как-то, если я рисовала стрелки, то скорее подводкой. А сейчас я поняла, что это удобно, это быстро, это легко можно поправить, если что-то пошло не так. И у меня есть несколько любимых форм стрелок. Это или такие, как сегодня, или совсем маленькие, чисто чтобы вытянуть форму глаз. Они буквально незаметны, но делают ресницы визуально гуще. И также мне нравится прорисовывать слизистую. И для всех этих целей у меня есть несколько карандашей. Первый мега мягкий, такой темный шоколад от бренда Armani. Вот если хочется сделать подложку под смоки, или я рисую маленькие стрелки, которые иногда дублирую сухими тенями, иногда нет. Но если вот на складку прям сильно не выхожу, в складку века, то это держится. Но это мягкий карандаш, и он хорошо подходит для тушевки. Оттенок номер 12. Со второй стороны здесь есть вот такой спонжик. И когда-то впервые попробовала в карандаше от Armani, и я их полюбила. И у меня есть несколько цветов. Как-то коричневый, вот темный-темный шоколад. Роскошно. Если же вы ищете именно гелевый карандаш, чтобы стойко так стойко, то могу посоветовать вам два. Первый это Avaline, линейка варите. Он сегодня случайно попал мне на руку, и как бы все не смывается. Он очень стойкий, поэтому не зевайте. Если хотите его как-то растушевать, растянуть, вытянуть стрелку, то нужно это делать быстро, потому что он застывает, и пиши пропало, все. Он вот так вот и будет, пока я там не отдеру это буквально все зубами. Второй карандаш от бренда Seventeen. У них великолепные карандаши и для глаз, и для губ. Но вот сравнивая с Avaline, например, этот тоже темно-коричневый вот Seventeen, но по сравнению с Avaline он чуть менее насыщенный. Ну и, конечно же, стрелки я рисую еще темно-коричневыми тенями. И, в принципе, вот эта палетка у меня будет на осенний-зимний сезон для всевозможных smokey eyes. Она не теплая, но и не серая. То есть это нейтральные, холодноватые слегка оттенки. Здесь и сатиновые, и сияющие, не буду повторяться, рассказывала совсем недавно. Я очень рада, что многие из вас приобрели ее, и вам она нравится. Для меня это, как вы знаете, настолько приятная обратная связь, что я была чем-то полезна, что вы приобрели и ничуть не пожалели. У меня когда-то были тени от Eves Saint Laurent, они тоже такие очень мягкие, кремовые, и у них тоже были такие оттенки. И я подарила эту палетку Насте, и могу сказать, что это очень-очень близко. Но здесь больше оттенков, больше вариативности, есть и золотишко, которое вы можете смешать с таким слегка розоватовым, тауповым, и у вас получится розовое золото. В общем, палетка огонь, и даже для новичков, если вы не особо умеете краситься, вы можете их наносить пальцем. А переходные оттенки аккуратно в складку, они хорошо растягиваются, у них отменная пигментация. Категория тональные кремы. Здесь я более-менее верна, но это не значит, что я использую все сразу. И также то, что я не пользуюсь всем остальным. Все зависит от настроения, от времени, от цвета моей кожи. Но если мне нужно накраситься и быть уверенной в том, как это выглядит, как это подходит мне по цвету, как это будет держаться в течение дня, ощущаться на коже и так далее. I'm sorry. Я четвертый раз купила себе биби-крем от бренда Pupa, потому что для меня это идеальное средство на каждый день. Уже не стану повторяться. SPF 30 все дела. Он увлажняющий, дает такое легкое к среднему покрытие. Могу даже не смотреться в зеркале. Всегда будет роскошно. Когда у меня на лице есть там несколько высыпаний, я все лицо не зашпаклевываю тональным кремом, а просто на те места добавляю корректор, который хочется перекрыть. А если общий вид лица красноватый, вот кожа более чувствительная, тогда хочется получше это все выровнять и выглядеть куколкой. Тогда я выбираю тональный крем от бренда Poesa. Он, наверное, даже чуть менее плотный, чем два остальных. Это беспроигрышный вариант. Я говорила о нем в прошлом году и повторюсь, потому что он очень хороший для визажистов, и он настолько простой в использовании. Кисточкой, спонжем можно. И вот при том, что он хорошо перекрывает, он еще не ощущается на лице. Даже если на слейд, например. Я вам говорила, что буду повторно заказывать тональный крем от бренда Enough Collagen. Это Double Wear их версия с SPF 50. Это уже более мощная артиллерия, но также с увлажнением. Его так много. Если вы начинающий визажист, собираете свой кейс, и вам нужно что-то для того, чтобы, например, миксовать с другими тональными основами, то тоже можно присмотреться. Потому что этот тональный крем хорош сам по себе, и он еще может усовершенствовать другие иногда подороже, которые лежат не так красиво. Ну, в общем, да, это мой такой настоящий must-have. И то, о чем я вам рассказывала в одном из предыдущих видео, это Hean. Он, конечно, более плотный, с киалуронкой, с коллагеном, с неоцином, и хорошо, как бы, успокаивает кожу и восстанавливает защитный барьер. Он приятно ощущается с SPF 40, но все-таки он дает чуть меньше увлажнения, чем все предыдущие. То есть, это чуть-чуть другое. Чуть не забыла показать тоже камбэк метеоритов от Guerlain. Так как я использую более плотные тональные кремы, CC-кремы, хочется полегче пудру. Hourglass, конечно же, навсегда, наверное, у моей косметички. Это та пудра, которая делает кожу такой, что ее хочется аж потрогать. А это вот именно финишная пудра, которая и матирует лицо немножко, и подсвечивает. Да, такое возможно. Если у вас есть метеориты, то доставайте. Если никогда не пробовали, то это... Боже, они так приятно пахнут. Это чистое наслаждение, когда ты ими пользуешься. Это целый ритуал, когда ты набираешь их на кисть. И сегодня снова воспользовалась. Как-то последние несколько недель, если крашусь, то завершаю свой макияж нанесением метеоритов. И такие приятные теплые воспоминания, как сильно я их любила. Очень красиво выглядят. И тоже сезон праздника, сезон тусклости, и серости. А у нас будет красивый блеск, нечрезмерный, на лице. И также это настолько легкая пудра, но она хорошо фиксирует лицо. Макияж на лице. И это то, что тоже всегда будет в моей косметичке. Они прекрасны. Бронзера покажу вам два. Один сияющий, тепленький, как и положено, для бронзера от бренда Катрис. Сейчас, когда я немного загорела, то он на мне не ржит. И мне нравится, насколько быстро и просто он наносится. Кстати, многие писали, что вам он подходит по оттенку, вот такой мраморный, красиво подсвечивает кожу и придает такой отдохнувший вид. Ну и второй, который я достала из своих запасов. Но это правда гениально, потому что это запеченные такие текстуры, они очень мягкие и они хорошо наносятся для всех светлокожих. Если вы давно со мной, то знаете, что это не первая моя упаковка, точнее, рефил. Это бренд Make Up Forever оттенок S112. Если вы красите людей, работаете визажистом и вам нужен такой натуральный даже скульптора бронзера, потому что он серо-коричневый и не теплый, и не холодный, вот такой в нем не так много серости, как во многих скульпторах, например, от бренда Inglot. Это вот так нежно, но при этом вы и проскульптурируете лицо, придадите ему правильные формы и никто не скажет, у нее какие-то полоски странные на лице. Это красиво выглядит и где-то там в профиль, да, если смотришь, то есть нет вот такой жесткой полосы, очень красивый и просто наносится. Даже для непрофессионалов это будет вот прям то, что надо. У нас еще остались румяна, и бывают такие средства, которые тебе вроде как нравятся, но ты думаешь, вроде как, ничего такого сверхъестественного, но я по-настоящему прониклась, и когда я просто крашусь, набегу, то чаще всего отдаю предпочтение или этим румяном от бренда Dior. Это Backstage оттенок 001, и они никогда ни на каком оттенке кожи не выглядят вот такими ярко-розовыми, а я красила, как-то так получилось, что много именно светленьких девочек, и на моей маме у нее оттенок кожи в принципе темнее, тоже это очень нежно и удивительным образом, ну такой цвет на всех смотрится красиво, и под каждый макияж, и сегодня тоже эти румяна на мне, и вот их как бы не особо видно, но они делают такой baby face, что ли, можно конечно прям сильно наслоить, и тогда будет поярче, но мне этого достаточно, и они кстати сатиновые, то есть они не сильно сияют, они не подчеркивают вот то, за что я их очень сильно люблю, они не подчеркивают текстуру кожи, то есть если есть какие-то неровности в области скул, там где-то я чуть выше наношу румяна, не просто на яблочки растягиваю, они вообще не подчеркивают какой-то неровный рельеф, когда хочется больше свечения, но тоже розовый оттенок, они чуть более пигментированные на самом деле, чем предыдущие, это румяна от бренда Catrice 010, мраморные, эта линейка у них очень такая позитивная, и я купила два средства, и оба остались мои косметички, нравятся они мне, для нежных макияжей каких-то, когда вот именно делаешь акцент на свежесть, а для Smokey Eyes я выбираю что-то такое более нейтральное, все я ходила в Sephora, кружила, кружила, рядом с румянами тоже Dior, у них сейчас вышли новые оттенки, не только персиковый и розовый, я думаю, брать или не брать, такой вот, как приглушенный ягодный, потом думаю, стоп, надо посмотреть, что у меня есть, и я нашла, я вот прям чувствовала, что у меня есть нечто похожее, это румяна вот такие, достаточно темные, от бренда MAC Blush Baby, это как раз та линейка, которая наносится полупрозрачным таким оттенком, то есть они никогда на щеках не выглядят так, но когда ты берешь какую-то лиловую помаду, ягодную вот в тон, кстати, сейчас, мне кажется, в камере они выглядят более коричневыми, они на самом деле сложно описать такой цвет, за это я и люблю MAC, собственно, только ресницы, помаду плюс-минус такую, да, то есть чуть более насыщенный нюд и эти румяна, и тоже нравится то, что они матовые, но они не подчеркивают опять же, рельеф, когда есть высыпания, слушайте, это имеет значение, но нет, они не такие точно, как вы их сейчас видите, во всяком случае, у меня здесь в маленьком экранчике он какой-то коричневый, нет, очень красивые, румяные и стильные, вот, мне нравятся стильные макияжи, а не просто что-то вот накрасилось всем нарядным, что у тебя было, сейчас я настолько полюбила кремовые всякие румяна там, но у меня есть те, которые я люблю в принципе, но за оттенок, вот прям рука к нему так часто тянется, это Lamelle оттенок 402, они красивее, чем румяна Hope от Селены Гомес, потому что они персиково-розовые, и они очень просто наносятся, они пигментированные, и оставляют вот такой, знаете, блеск, но влажный, не так, как будто сейчас к вам что-то прилипнет, а просто вот такое здоровое свечение кожи, можно растянуть, можно нанести там побольше, как захотите, и они на мне держатся хорошо, я очень часто выбираю что-то, что делает меня чуть более выразительной, как будто, но не сильно разрисованной, очень удачный оттенок, и для светленьких девочек, светлокожих, даже если вы чуть темнее, чем я, например. Я тут измазалась всем, что у меня было, поэтому иду помыть руки, и переходим к ароматам. В этом сезоне мне хотелось чего-то такого не очень заезженного, и возможно даже не узнаваемого, и один аромат я буду использовать очень экономно, расскажу почему, а второй у меня в большом формате, 100 мл, он когда-то у меня был в 30 мл, закончился, любила его, это Back to Paris от бренда Айзенберг, и это достаточно универсальный аромат и по возрастной категории, потому что он отменно подойдет и молодым девушкам, и статусным леди в возрасте, и также, что немаловажно, если вы работаете в офисе, если вы, например, преподаете что-то, учитель, да, или преподаватель в университете, это также отменный вариант, он не будет душить вас и все ваше окружение, это аромат, который не шлейфит, как сумасшедший, он с одной стороны такой вот прозрачный, но с другой яркий, яркий, за счет того, что здесь интересная композиция, он и пудрово, немного сладко, фруктовый, но в нем также присутствует вот эта свежесть, для меня лично это аромат, который безупречно подойдет под такую осенне-зимнюю капсулу, на межсезонье также идеально, он не слишком сладкий, не такой, который будет вас укутывать, но при этом он комфортный, с такой, вы знаете, интригой, назовем это так, и интрига это проявляется в форме розового перца, то есть он такой немножко щекотящий нос, вот когда смотришь на девушку, кажется, что она такая вот вся воздушная, наивная, такая хорошая, но при этом всем у нее есть характер, или когда ты смотришь на девушку, она одета очень просто, но при этом стильно, и вот так же в этом аромате, потому что в нем есть много всего интересного, но это все создает идеальную композицию, например, это фрукты, то есть фруктовая часть, композиции, но это совершенно не какой-то фруктовый компот, который иногда ощущается достаточно дешево, здесь все очень так тонко, ненавязчиво, но стильно, не хочется назвать этот аромат стильным, даже название Back to Paris, вот ты смотришь на людей, они вроде как не разодеты в тренды, они вроде как ну вот одеты очень просто, но в них есть вот эта роскошь, да, мне не хватало этого слова, и это все можно применить к аромату Тайзенберг, здесь есть и бергамот, также черная смородина, розовый перец, что-то чисто для свежести, цитрусовое, ревень, я как-то читала в композиции, ну не знаю, это достаточно редко встречается в парфюмах, поэтому я даже впервые прочитала, что был ревень, из цветов здесь нет вот такого ярко-вечерне-зимнего выразительного букета белых цветов, это фиалка, она всегда в ароматах ощущается такой легкой ирис, немножко розы и жасмина, но жасмин скорее, вот знаете, для стойкости, может какой-то сладости, бобы танка, господи, как они мне нравятся в ароматах, просто заверните все, где он присутствует, ваниль, но ее немного, это не аромат, от которого все на свете слипается, то есть он воздушный, но это не сладкая вата, которая просто тупо сладкая, извините, нет, это вот чуть тоже для сладости, для стойкости, наверняка еще что-то, что я или не чувствую, или не распознала, или не упомянула, но в целом это действительно стойкий аромат, и его не будут все узнавать на улице, что касается стойкости, вот иногда мне кажется, что я вообще его на себе не ощущаю, и при этом кто-то может потом спросить в конце дня, а что у тебя за аромат, возможно вы удивитесь, но так как многие там даже в классе у одного или другого мальчика знают, что я занимаюсь там и косметикой, и одеждой, поэтому и ароматами, и поэтому никто из женщин, там, девушек не смущается спросить, а что у тебя за помада, я знаю, что многие покупают по моей рекомендации, кстати, потом тоже довольны, поэтому такие вопросы тоже поступают, и не так, что меня цепляет каждый второй встречный на улице, чем от тебя пахнет, но такое бывает, аромат, который я себе не покупала, но он у меня есть в нескольких вот таких пробниках, мне как-то представитель бренда Armani присылал небольшую пиар-посылку, и там был полноразмерный аромат My Way и несколько пробников, и я иногда беру с собой пробники куда-то в поездку, но как-то, чтобы я пользовалась пробниками, то нет, а их было много, я как-то думаю, ты возьму с собой в поездку, как открыла, и как же я обалдела, аромат называется Magenta Tanzanite, насколько я знаю, этот аромат вышел в 2022 году, то есть это новинка, и он вообще представлен в таком фуксиевом флаконе, очень красивом, это дорого, это где-то около 300 долларов, но, наверное, я хотела бы себе его на какие-то праздники, за счет того, что у меня есть несколько вот таких пробников, и эта ниша, это тоже сумасшедший шлейф, его нужно буквально каплю, я могу его окончательно распробовать, но каждый раз, когда я его наношу, это настолько приятно, это ни на что не похоже, и, честно говоря, прежде чем я прочитала описание этого аромата, то, что я чувствовала на себе, это какая-то такая сумасшедшая смесь пряностей, кофе, алкоголя, но вот такого дорогого, с фруктовыми, что ли, нотками, как будто здесь какая-то лишняя в дорогущем коньяке, во всяком случае, это так ощущается на мне, и это аромат не просто сладкий, он еще и сухой, то есть как бы вам это так объяснить, вот есть просто сладкие ароматы, от которых тебе хочется отмыться, есть кофейные, которые через несколько часов начинают выносить тебе мозг, не знаю, вот я не везде люблю кофе, иногда это бывают такие пряные восточные, что я тоже долго не могу с ними выдержать, причем на ком-то это звучит красиво, но не на мне, мне с ними некомфортно, я не очень распробовала наверное восточную парфюмерию, для меня это чаще всего слишком тяжело, здесь же как будто и какой-то табак, и это взрыв вообще парфюмерных каких-то познаний, скажем так, это настолько вкусно, если вам нравится вот что-то такое, знаете, с изюминкой, что-то необычное, пойдите в Дуглас и или где у вас там представлен арманий и просто затестите его, это аромат, который вдохновлен утром в саванне в Танзании и вот потом я поняла откуда эта сухость, то есть действительно что-то как будто засохшие какие-то листья и сладость ванильная и вот это какая-то алкогольная что ли нотка, слушайте я не часто выбираю какие-то ароматы боже мой это отвал это ну вот что-то что мне хотелось бы иметь но только цена но ты хоть понимаешь за что ты платишь это в самом деле как утро в саванне вот те кто пишут описание ароматов они очень хорошо знают свое дело ты представляешь себя на саванне утро светит солнце но еще не жарит то есть нет вот этой чрезмерной какой-то знаете чрезмерного удушия и ты смотришь вокруг все сухое все потихоньку начинают там оживать и ты попиваешь кофе с пряностями с кардамоном с имбирем возможно здесь есть что-то тоже легкое возможно какой-то бергамот что ли такое и бобытанка сто процентно я не смотрела что там в композиции наверняка еще что-то и табак что-то совершенно нетипичное для меня нелегкое женственное не обволакивающее это аромат согревающий он вот такой пряно фужерно немножко алкогольный несмотря на то что здесь нет никаких алкогольных нот и вишню я тоже почему-то на себе чувствую мне очень сильно нравится я надеюсь вам сегодня со мной было интересно не забывайте поставить пальчик вверх а мы с вами прощаемся мне уже нужно лететь по делам и до встречи в новом влоге да следующее видео будет влогом влога влога